В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Этот год из-за неблагоприятных условий погоды стал непростым для всех тружеников села. И как только выглянуло солнце, аграрии района устремились на поля завершить уборку урожая. В настоящее время активно идет страда и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Посевная площадь крестьянско-фермерского хозяйства Ленара Хабирова – 7 гектаров. Картофельные поля расположены недалеко от деревни Исхак. С первого дня в хозяйстве работает механизатор Рустам Хатмулин. О своей работе Рустам отзывается положительно. Привычная с детства, она до сих пор интересна. Родился и рос в деревне Ваяты. Ну как, потом служба в Дальний Восток, танковые войска, люблю гусеницы. Ну как, устроился в Ленару, в гуси еще. Вот уже четвертый год, занимаюсь на грабе. Вот уборка на завершающей стадии. Погода и повезло, урожай отличный. Работа нравится, сажаю, покочиваю, опрыскиваю. Ну вот техника. Трактор у нас, это комбайн. Два комбайна у нас. Кстати, однорядный, там двухрядный есть. Полотка. Ну там он стоит. Сажалка у нас есть. Ну и опрыскиватель еще. Во всех полевых работах участвует и сам владелец хозяйства. Это направление он стал осваивать три года назад, используя голландскую технологию гребневой высадки картофеля, получая в среднем 20-25 тонн с одного гектара. Весь собранный урожай хранится на специально оборудованном складе. Сорта у нас немецкой селекции, голландской селекции. Работали, конечно, и с российским сортом. К сожалению, вкусовые качества и пластичность не устраивает. Мы выращиваем чистую экологическую продукцию. В связи с территориальной отдаленностью у нас нету колорадского жука. Соответственно, и промышленный производств никакого не имеется. На сезонную работу привлекаем только местное население. Это принципиально. За сезон на работу в среднем до 25 человек. Мы работаем непосредственно с дошкольными, с школьными учреждениями нашего города и района. Поставка производится непосредственно по потреблению. На будущий сезон планируем механизировать процесс. Для этого было закуплено картофель в сортировочную установку. То есть уже будет минимум механического труда. Продукция будет с комбайна идти сразу на сортировку. Все это будет тарироваться в овощную сетку непосредственно на поле. А потом вывозиться, соответственно, в овощех хранилище. Для тех людей, кто думает, планирует заниматься аграрным бизнесом, изначально я бы хотел посоветовать, что надо любить землю, работу свою. Потому что приходится работать не только головой, но и руками, а иногда и ногами. Ну и, конечно же, чтобы рентабельным производством было, изначально свои средства должны быть, никаких заемных средств. Останавливаться на достигнутом Ленар не собирается. В планах на будущий год стоит развитие второго направления – пчеловодства. Уже сейчас подготовлена рабочая зона для пчеловода, построен обшанник и готовятся земельные угодья под высадку медоносных культур. Гульнара Сиддик, Вайдар Садыков, служба новостей Янаульского телевидения. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста в деревне Сусады-Эбалак произошло около 11 часов вечера 10 сентября. Причиной аварии послужило то, что сам водитель не справился с управлением мотоцикла. Подробнее о происшествии рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Зульфат Саляхов. Водитель 1979 года рождения, управляя мотоциклом «Урал», не имея водительского удостоверения, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла с различными телесными повреждениями был госпитализирован в хирургическое отделение Янераловской СРБ. Уважаемые водители, при передвижении на мотоциклах обязательно используйте защитную экипировку, мотошлем и соблюдайте правила дорожного движения. С начала сентября в Центре социального обслуживания населения «Альтаир» начались занятия творческого клуба «Золотые руки» для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. О том, каким видом творчества можно научиться на занятиях, расскажет моя коллега Гульнара Сиддикова. Когда мы кроить будем, никаких ручек, никаких... В начале занятия педагог Оксана Хусаенова рассказала собравшимся порядок действий на этот урок. В течение ближайших занятий рукодельницы будут изготавливать светильники. И для того, чтобы освоить технику декорирования, требуется внимание и усердие. Процесс не быстрый, но захватывающий. Мы начали изготавливать светильник, прикроватный светильник он называется, материал называется изолон. Чем он интересен? Тем, что это сейчас уже такое новое направление, новое веяние, декорирование квартиры, например, с помощью таких вот материалов, которые, в принципе, мы используем для утепления домов. Но, оказывается, вывели такую вот систему, что... Не систему, а вот технику, когда можно с помощью таких вот материалов не только утеплять, но и украшать. Сегодня у нас уже второй день как занятия. И сегодня наша задача именно раскроить это изделие. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Затем у нас уже пойдет декорирование этих лепестков. Первое, с чего мы начали на первых занятиях, это мы рисовали эскиз. Только тот эскиз, который мы хотим увидеть, наше готовое изделие. Затем мы уже приступили к раскрою. Потом мы будем декорировать, тонировать, ну правильно называется, тонировать лепестки с помощью пастели. У нас пастель масляная. Затем мы будем с помощью строительного фена формировать эти лепестки и закреплять этот тон на лепестках с помощью фена строительного. Затем у нас следующий этап идет формирование этих лепестков на плафон. У нас специальный плафон, ну обычный плафон светильный. И у него есть насадка, которая закручивается. И мы на этот плафон будем уже формировать саму розу, само изделие вот это наше. И самая сложная работа, это у нас касается электрики. То есть мы будем провода подсоединять, как правильно, чтобы этот светильник потом в конце концов уже приобрел свет, уже нам давал свет не только декоративная основа, а чтобы она уже функцию какую-то приобрела. Многие из участниц клуба уже не впервые посещают подобные занятия. Дома тоже стараются создать уют и красоту, но признаются, что здесь творить гораздо интереснее вместе, общаясь друг с другом и узнавая что-то новое. Ну я в прошлом году ходила, в прошлом году у меня позвонила подруга, пригласила, пошла я. В прошлом году целый год мы ходили, в 17-м году ходили, вот нынче снова пригласили. Очень нравится. Подделками интересовалась, но как-то не делала, не занималась этим. А вот здесь всему научили. Очень хорошо, мы все с радостью ходим. Все здесь уже в основном в прошлом году, в позапрошлом году, кто ходил, это же сами уже, эти люди же, всем понравилось и нынче все. Никто не отказался, когда пригласили. Ну, надеемся, дома все это, кто-то уже и с внуками делает, и подарки делает друг другу, дома, семье, как говорится. Очень важно, что заняты в нашем возрасте уже заниматься мелкой моторикой рук, как-то голова работает. Программа занятий клуба рассчитана до мая. За это время участниц ждут разнообразные мастер-классы, то есть полезное и приятное совместное времяпрепровождение. А это главный приоритет деятельности клуба. Гульнара Сиддикова, Айас Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Профориентационное занятие «Добро пожаловать на Горьковскую железную дорогу» в рамках проекта «Билет в будущее» прошло для учеников девятых классов нашего города и района в актовом зале Янаульского лицея. В ходе мероприятия перед школьниками выступили сотрудники Ижевского центра организации работы железнодорожных станций. В ходе встречи ребятам рассказали и о самой компании, о развитии инновационных технологий. Особое внимание уделили соблюдению правил безопасности нахождения на железной дороге. Есть у нас соглашение с УДНКУ. Мы плотно работаем с ними. Они у нас интеллектуальный партнер. Считается соглашение с Горьковской железной дорогой. Это у нас промышленный партнер. Соглашение предусматривает именно в профориентационном направлении. Подробно были рассмотрены профессии, которые можно применить не только на железной дороге, можно применить, как было сказано, в городе. Где-то электрики, электроника где-то задействована. Учебное заведение в Ижевске. Про это была речь. Это как бы разведка нашего сотрудничества. Там уже будем смотреть, искать точки соприкосновения, так скажем. Начали работу над этим. Будем делать проекты, конечно же, направленные на железную дорогу, на безопасность. Прежде всего будем обращать внимание. В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал народный проект «Шаймуратовцы». Его цель – увыковечивание памяти об участниках войны, войнах легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии «Шаймуратовцах». Для этого собирается наиболее полный список биографических сведений о войнах этой дивизии. Центральная районная библиотека и общество башкирских женщин просит предоставить информацию, которая может храниться в музеях школ, домашних архивах, поделиться фотографиями для сохранения исторической памяти. Информацию можно отправить по электронной почте или по адресу город Янаул, улица Ломоносова, 16, справки по телефону 557-50. И это все на сегодня. Передаю слово своим коллегам. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok